Все, я одна не нашел, я одна не нащупал. Я тину провалился уже больше, чем сапог. Ай, я тебе сейчас пинка отвешу. Ох! И вот он щит. Всем привет, дорогие зрители. С вами канал Андерволт и его ведущий Степов. Мы отправились в небольшой трип по Калужской и Орловской областям. По заброшкам Калуги и Орла. И сейчас вот выбираемся потихоньку из Москвы. Слава богу, повезло. С пробками практически не стояли в пробках. Музыку выбираешь, это надо заснять. И что ты хочешь? Я хочу что-то подинамичнее. У меня какой-то брасняк идет. Давай дальше, аля. Подинамичнее это пищать пультом? Да, блин, я не хочу ничего. Я это вырезать не буду. Ты ебаную. Прямо? Все правильно так. Опять одна и тоже. Музыка. Какой ты симпатичный мальчик. Хочу его к тебе в кровать. Я такая крутая. Когда вы мне вина. Я как будто летаю. Идите в тенах. Добрались мы до первой точки. И прямо возле дороги встретили такой вот необычный кабельник. То есть вот эти вот две трубы, у них просто пропущены высоковольтные кабели под автомобильной дорогой. А мы находимся рядом на промзоне, рядом с очистными сооружениями. А вообще, да, народ тут сильно озаботился, закрывая портал. Да, вот настоящий диггер. Копатель. О, братишки. Братишки. Смотри, сколько братишек. Что ты там выговариваешь оттуда? Братишек. А-а-а. Спалим за вас. Элементарно. О, бот, где я уделался. Лопату. Он сказал, поехали. И махнул ногой. И у меня, как назло, за годы протекают, блядь. Даже я пролез. Я не могу, у меня за год протекает. В сапоге? Да, в сапоге ощутили. Вроде яма заканчивается сейчас. Я провалюсь, провалюсь. Я просто стою на какой-то балл. Все, я одна не нашел, я одна не нащупал. Более-то, я сину провалился уже больше, чем по сапогу. Слушай, ты что говоришь? Может, реально лодку? Лодку? Давай лодку. О! Саш, ***, давай лодку, а! Саш, хуй! Ну и к кому за ней лезть? Я самый толстый. Семь лезть. Ну что решаем? Давай за лодку, на самом деле. Ну, наконец, мы забрались в первое место, которое в наших планах стоит. Это заброшенный, недостроенный коллектор. Скорее всего, это коллектор канализационный. Планировался под канализационный коллектор, потому что здесь рядом находятся очистные сооружения. Мало того, что у портала нас ждала неприятность, что там было все засыпано и заложено. Весь портал заложен тюбингами. Мы себе сделали подкоп и все-таки сюда попали. Теперь, следующая неприятность нас ждала в том, что теперь в этом коллекторе он затоплен почти по пояс, вода ледяная. И мы решили сплавляться здесь на лодке. И еще у нас заброды дырявые. Да, у всех троих. Итак, мы отправляемся бороздить подземные моря. Периодически наталкиваясь на стены. Между прочим, тут находится второй пикет. А глубина какая-то? Не знаю. Макс, подожди. Не надо экспериментов. По коленам. Чуть выше колена. Вот так же, как там и было. Вот такая глубина. Прощай, Берег! Наверное, на лодке еще никто не плавал. Полный вперед. Отдай, швартовые. Итак, вперед к приключениям. Ты тут послужил залезть с нее. Слезть тут просто, а вот залезть. Да ты оттолкнись, разбегись, оттолкнись и плюкнись на живот туда, на нее. Ага, я пробую, я плюк туда. Ты разбегись вместе с лодкой. Сейчас я как-то прямо нарезал. Так, ну по-настоящему, грязными ногами. Залез. Что-то, мне кажется, она сейчас это может перевесить. Поскольку из всех нас у напарника Заброда протекали меньше всего, ему предстояло переправить через затопленный участок коллектора и напарницу. Нет, ты что-то не тут делаешь, я вам. Ну вот, с грязными ногами. А, я тебе сейчас пинка отвешу. Ох, девчонка. Забык. Рули. Рули, говорю. Как были бравы авторы этой надписи. В топку скучные выходные. Полный вперед приключения. А тем временем мы удаляемся от портала, от входа в этот коллектор. Здесь уже, кстати, идет часть коллектора с обделкой внутренней. Уже даже сделана гидроизоляция всех швов. И здесь была проложена узкоколейка. Очень плохо видно. Вода несколько мутная. Но вот там вот, в глубине где-то воды, проходит рельс узкоколейки. И вот наше плавсредство нас благополучно доставило к месту, где уже кончается вода. Здесь находится масса оборудования. Скорее всего, все это было смонтировано для строительства. Здесь же находится узкоколейка, по которой я достаточно благополучно добирался. Там, где было достаточно глубоко. Здесь, похоже на табличке, указаны сигналы, которые необходимо подавать, наверное, машинисту мотовоза. Практически уже не читаемо. Здесь 27-й пикет, то есть 270 метров от портала. Кругом можно слышать, как струятся грунтовые воды. Теперь уже и у меня возникли сомнения по поводу назначения этого коллектора. Возможно, это строилось и не как канализационный коллектор, потому что наличие вот этой перегородки в герво-двери наводит на мысль, что это никак не связано с гидротехом. Все увиденное оборудование направило ход моих мыслей в абсолютно неправильное русло. Но об этом подробнее я расскажу позже. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь идут несколько труб, и здесь же сделан тамбур. Причем вот эта вот часть коллектора, она имеет еще один тамбур, такой же гермодверью, повсеместно здесь идут трубы. Интересно, что в этих гермодверях сделан еще глазок. Под манометром можно видеть табличку с надписью «Давление в аварийном отсыке». «Давление в кессоне». Интересно, что привод запорной арматуры не до конца заржавела, и это все еще работает. А в следующем отсеке табличка с описанием сигнала вполне читаема. Итак, на ней написано Один длинный вызов шлюзового или рабочего, один короткий, стоп, два длинных, начало шлюзования, два коротких, вышлюзование груза, три длинных, вышлюзование людей, три коротких, вышлюзование больного, четыре коротких, вышлюзование из аварийной камеры, пять коротких, шлюзование аварийного отсека. То есть вот эта вот камера, она действительно планировалась именно как шлюзы. После камер с гермодверьми я отправился внутрь коллектора, надеясь пройти как можно дальше, насколько это будет возможно. Здесь очень мощный поток 22-й квот. На момент нашего посещения этого места у меня не было никакой достоверной информации ни о предназначении самого коллектора, ни тем более о том, для чего понадобилось все это оборудование. Поэтому тогда я сделал совершенно неверные выводы относительно униженных. И лишь позже я нашел ответы на все вопросы, касающиеся этого коллектора. Я сушкупили, сделанную кремом специально для отмеда железнодорожных лодок. А вот здесь уже начинается часть без отделки. То есть тут у нас только тюбинги и порода. А вот я добрался и до щита. Здесь же можно видеть планки для геодемических работ. И вот он щит. Это хвост щита, по которому выбиралась порода. А сам щит застрял там далеко впереди. И где струятся грунтовые воды. Вот он хвост щита. И по этому транспортеру выдавалась порода. И вот здесь мы можем видеть артефакты оставшиеся от строителей. Мощная кувалда, лопата. И кругом-кругом с потолка текут потоки грунтовых водок. Надо сказать, что версия с тем, что этот коллектор строился в качестве гидротехнического сооружения, из-за большого количества вот этих вот гермодверей, сама по себе уже отпадает. Интересно, что дальше. Там две гермодвери образуют там. И скорее всего этот коллектор строился для военных нужд, поскольку наверху недалеко здесь находится воинская часть. Но на самом деле все оказалось гораздо прозаичнее. Хотя нельзя сказать, что проще. Это, пожалуй, один из самых интересных подземных недостроев, поскольку является не только недопройденным канализационным коллектором с похороненным в нем проходческим щитом. Ведь нечто подобное мы уже видели в Рязани. Это место особенно интересно тем, что дает возможность наглядно познакомиться с кессонным способом сооружения туннелей, благодаря полностью сохранившемуся там оборудованию. Сущность этого способа заключается в том, что при проходке в водонасыщенных грунтах для частичного осушения грунта в зоне забоя в пористых грунтах и для увеличения давления на забой в связанных грунтах используют повышенное давление путем нагнетания в рабочую зону сжатого воздуха. Однако этот способ имеет серьезный недостаток – вредное влияние на здоровье. Кроме этого существует еще ряд ограничений по глубине проходки. Необходимость засыпать грунтом или заливать бетонным раствором разведочные скважины. Технически для реализации этого способа в туннеле на некотором расстоянии от забоя, не более 250 метров, устраивают шлюзовые камеры, в которых выравнивается давление между зонами с нормальным и повышенным давлением при переходе рабочих из одной зоны в другую или при перевозке грузов, шлюзование или компрессия и вышлюзование или декомпрессия. Шлюзовые перегородки выполняются из металла, иногда бетона или железобетона, и в них монтируют герметически закрывающиеся двери, наподобие гермодверей в бомбоубежище. Длина таких шлюзов определяется возможностью размещения в них нескольких вагонеток или полной смены рабочих. По требованию техники безопасности проходка кессонным методом осуществляется при оборудовании на поверхности лечебного шлюза, комнаты отдыха для рабочих и наличии дежурного медперсонала. На этом наши подземные приключения в Калуге не закончились, и мы отправились смотреть коллектор небольшой речки возле центра города. А вот действительно нежданные красивости. При разговоре о том, что мы поедем в одну из подземных речек по пути, я себе представлял что-то гораздо более прозаичное, но никак не такой вот красивый портал, старый кирпичный портал с водопадом. Субтитры создавал DimaTorzok Всего вам самого наилучшего!